Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главная тема выпуска. Новый год к нам мчится. В канун торжества Самару украсит праздничные иллюминации. Какое море самое соленое и какова широта полярного круга. Самарцы вместе со всей страной написали географический диктант. Студенческая вечеринка в ритме вальса. Дамы и кавалеры танцевали на балу в Самарском университете. До Нового года еще почти полтора месяца, а в Самаре уже начали подготовку к новогодним торжествам. Город готовит большую праздничную программу, а центральные улицы уже начали украшать новогодним облачением и световыми фонтанами. Центральным местом торжеств, как всегда, станет площадь Куйбышева. Детали грядущего праздника изучила Марина Матвейшина. Скоро все случится. Новогодняя афиша будет готова к 1 декабря. Город уже вовсю готовится к торжествам. Запланировано более тысячи различных праздничных мероприятий. Утренники, концерты, спектакли, выставки и соревнования. А также главная городская елка для детей 20 декабря в Доме офицеров и новогодняя ночь на площади Куйбышева. Будет весело и интересно, обещают у городской администрации. А детям еще и сладко. Каждому ребенку до 16 лет полагается новогодний подарок. Мы также, как и в прошлом году, вручаем детям только один подарок. Это подарок от Самарской области, от губернатора, от нас в том числе. Мы делаем подарки для специальных наших елок, для городских. То есть городская елка главы, елка для детей инвалидов, елка для школьных активистов. У нас они будут. Уже сейчас город облачают в праздничный наряд, устанавливают постаменты для световых фонтанов, проверяют и готовят иллюминацию. Тысячи огоньков и фонариков. Через неделю на площади Куйбышева начнут устанавливать главную елку. Вокруг нее расположится ледовый городок из 10 фигур, а по бокам два катка. Кроме того, нарядные елки будут в каждом районе города. Всего 34 комплекса. Чтобы горожане смогли насладиться праздниками в полной мере, городские власти настроены на это время об отдыхе забыть. Теперь ответственны на все новогодние праздники. Первые лица требования главы все на местах, никто никуда не уезжает. Уже сейчас прорабатывают вопрос безопасности во время торжеств. И делают все, чтобы коммунальные проблемы не омрачили праздничное настроение. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. День ангела для всей православной церкви. Верующие отметили праздник. Собор святого архистратига Михаила и всех небесных сил. Торжественные службы прошли во всех храбах. В Покровском соборе побывала Лариса Шалафаст. На утренней службе в Покровском соборе многолюдно. Святой Михаил – один из самых почитаемых архангелов, называемый еще архистратигом, то есть главой святого воинства ангелов. Согласно церковным канонам, Михаил – главный воин в битве добра и зла. Имя Михаил в переводе с древнееврейского означает «подобный Богу». В православии Михаилу отводится и роль покровителя душ умерших, переносящего их из мира живых в небо. Вооруженным мечом он охраняет врата рая. Это большой праздник для нас, поэтому пришли, мы почитаем на Руси Михаила Архангела всегда и будем почитать, потому что он у нас покровитель, спаситель и самый любимый наш святой, которого мы почитаем и будем почитать всегда. Помимо Архангела в этот день православные почитают все силы небесные, то есть всех ангелов, серафимов, херувимов и молятся ангелам-хранителям. По погоде на Михаилу на Руси судили и о предстоящей зиме. Считается, что со дня Михаила Архангела зима вступает в свои права. Если был мороз и иний, скоро ждать больших снегов. Если день начинался с тумана, готовились к оттепели. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Приток Волги, на берегах которого родились Илья Мурмит и Сергей Есенин. Этот вопрос больше всех понравился самарцам. Вместе со всей страной они написали географический диктант. 30 вопросов и 45 минут на раздумье. Причем разрабатывали задания ученые МГУ. Из 1700 площадок, где можно было блеснуть знаниями, 68 было в Самаре. Причем одна из них в спорткомплексе ЦСКА ВВС. Валерия Макарова тоже проверила эрудицию. Фехтовальный зал спорткомплекса Старозагора превратился в класс географии. 130 желающих проверить свои знания пришли на самарскую площадку Центрального спортивного клуба армии. Организаторы географического диктанта на такой ажиотаж не рассчитывали. Пришлось срочно искать дополнительные скамейки. Вопрос номер 6. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды. А. Каспийское море. Б. Карское море. В. Озеро Эльтон. Г. Озеро Ими. Вопросы, конечно, нелегкие, признается дзюдоистка Кристина Румянцева. Она благодаря соревнованиям объездила полмира. Спортивный опыт помог и сегодня. Так, горский народ Кавказа, живущий на юге Дагестана и известный своими танцами, Кристина назвала без раздумий. Что-то со школы помнишь, что-то сейчас уже там, например, лесгины, там у нас просто в сборной много дагестанцев, поэтому... Покатались и по миру, и по России. Но, знаете, Россия такая страна большая, что столько лет, сколько мы ездим, мы еще даже всю Россию не объездили. Что уж говорить о мире. Здесь географический диктант пишут военнослужащие, спортивные роты, юнормейцы, самарские звезды ЦСКА и их наставники. Как настоящие спортсмены, они и здесь соблюдают принцип честной игры. Никаких телефонов и интернета друг у друга не списывают, хотя и советуются. Я сидел рядом с юнормейцами и с военнослужащими, ну, у меня очень хорошее впечатление. Ребята обменивались мнениями, спрашивали, но я думаю, что вот это вот живое общение, вот эти вопросы, они вызвали у них живой интерес к своей стране. Максимальная оценка за диктант – 100 баллов. Итоги будут известны в конце ноября. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. И далее коротко о других темах дня. Двух жителей Самары будут судить в Савеловском суде Москвы за угон раритетного автомобиля «Чайка», принадлежавшего Генпрокуратуре. Напомним, в начале июня на улице Кожевнической полицейские остановили автомобиль «Чайка» с чрезмерно тонированными стеклами. Во время проверки документов у водителя пассажир перебрался в водительское кресло и попытался скрыться с места происшествия, грубо нарушая ПДД. Он был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо «Чайки». Впоследствии выяснилось, что машина числится на балансе Генпрокуратуры и была угнана из автосервиса, где проходило техобслуживание. В ночном клубе на Волжском проспекте произошла стрельба между двумя мужчинами, произошел конфликт. В итоге один из них был ранен в ногу. В настоящее время злоумышленник задержан, потерпевший госпитализирован. Угрозы для его жизни нет, сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опубликован список адресов в Самаре, где из-за ремонта водоснабжения запланировано отключение холодной воды. В ночь на 22 ноября без холодного водоснабжения останутся дома по улицам Карла Маркса и 22-го портсъезда. С 9 часов утра по южному проезду Измайловскому и Можайскому переулкам и улицы Бобруйской. Также воды не будет в Зубчининовке, а 23 ноября ее отключат на Красноармейской и Льва Толстого. В Самарской области больше всего детей рождается в июле, сообщает Самарстат. За последние 15 лет в регионе рождаемость увеличилась на 60%. При этом мальчика в губернии появляется на свет чуть больше девочек. В возрасте до 17 лет на 1000 мальчиков приходится 941 девочка. 21 ноября в Самаре по области температура воздуха ночью может достигнуть минус 20 градусов. Как сообщает Приволжская УГМС, аномально холодная погода продержится до 23 ноября. Ночью в эти дни ожидается до минус 15 градусов. По прогнозам синоптиков, днем будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха от минус 7 до минус 9 градусов. В ритме вальса прошел большой ежегодный бал Самарского университета. Танцевальный праздник собрал более 500 гостей. Салонные танцы позапрошлого века исполняли студенты, школьники и все, кто захотел оказаться в атмосфере торжества. Средь шумного бала не случайно оказались и наши корреспонденты. Волнительный момент для Юлии Крестцовой. Через несколько минут ей предстоит открыть первый в своей жизни настоящий бал. А вообще, почему не участвовать в этом году? Потому что хочется. Красиво. Поддерживает даму опытный кавалер. Вы тоже первый год участвовать? Нет, я не первый год. А, то есть вы не новичок. А почему у вас вот эта вот штучка? Это знак адъютанта. Я буду помогать выстраивать фигуры на танцы. Порядок танцев на балу не изменен несколько веков. Праздник всегда открывает полонез. Сложный и красивый танец со множеством перестроений. Полонез – рыцарский танец. Своеобразное объяснение в любви, сдержанное и полное восхищение перед прекрасной дамой. А ей, в свою очередь, приятно на несколько часов забыть о лекциях по электронике и приборостроению. В современном мире как-то редко удается так одеть платье в пол, накраситься, прическу красивую, высокую сделать. А это дает какую-то возможность укунуться в прошлое и почувствовать себя действительно женщиной. Когда первое волнение позади, участники уже более уверенно пускаются в мягкий паде «Грас», торжественный паде «Труа», танец втроем, а затем в озорной котельон. Ежегодный бал среди студенчества Самары и других российских городов проводят организаторы межрегионального бального движения. Именно в Самаре студенческие балы носят особенный колорит. Это сообщество, это компания, это своего рода культурная тусовка, где молодежь могут проявить себя не только в обыденной жизни, но и совершенно в другой маске, в другом ракурсе, как дамы и кавалеры. Ежегодный бал проходит в середине ноября вместе с Международным днем студенчества. Участвуют представители всех вузов. Дамы и кавалеры готовятся к празднику три месяца, изучают не только движение танцев, но также бальный этикет и его историю. Организаторы отмечают, что среди студентов сейчас растет интерес к возрождению классической культуры, и балы в скором времени могут стать нормой культурного досуга среди молодежи. Алина Чемерис, Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Русская классика вне конкуренции. В Самарском театре камерная сцена вновь перечитывали страницы прозы. Завершился второй фестиваль постановок по произведениям русских писателей. Лучшие спектакли показали театральные коллективы из городов России. В том, что вечные ценности всегда актуальны, убедились и наши корреспонденты. Сколько бы раз госпожа Простакова со своим великовозрастным детятей не выходила на сцену и всегда в зале аншлаг. А знаменитые Митрофанушкины «Не хочу учиться» актуальны в любой общественной формации. Классическая постановка «Недоросли» от Самарского театра «Камерная сцена» завершает второй Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика страницы прозы». Сам «Недоросль» вне конкурса. На закрытие хозяева сцены показали лучшее, что есть в репертуаре. Язык фанвизина очень сложный. Мы учили это очень сложно понимать сегодня на слух. Как мы говорим, переведите на нынешний язык, что он сказал или что она сказала. Это тоже есть в этом сложность определенная, и мы старались этого тоже добиться. Работать в хорошей драматургии – это и сложно, но это очень интересно. И в то же время и зрителю, конечно же. Зритель получает от этого удовлетворение, приобщаясь к истинной драматургии. Фестивальное движение в театральной жизни сегодня вновь на подъеме. Артисты каждую возможность показать свое творчество в гостях воспринимают как праздник. Приветствие участникам направили глава города Олег Фурсов и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. За пять дней самарский зритель увидел спектакли «Морфий» по рассказу Булгакова, «Чудаки» по Чехову и Шукшину. Возвращение по Платонову. И безусловным фаворитом стала постановка станционного смотрителя от Московского театра «Апорте». То, что фестиваль посвящен русской классике и страницам прозы, это очень о многом говорит. Я уже, по-моему, не один раз говорила, что русская классика – это школа актерского мастерства. И поэтому при постановке классических произведений по русской классике всегда открываются какие-то актеры, актерские работы. Зритель, конечно, воспитывается. И дай Бог, чтобы этот театр, камерная сцена и дальше продолжал свою такую замечательную гуманитарную деятельность. Спектакль «Недроссель» Самарской труппы завоевал спецпресс-жюри. Но самое важное для артистов – это возможность творческого общения со своими коллегами. А камерную сцену знают и любят во многих городах России. Мариана Мирная, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру. Познакомились с «Ладой» и большая экскурсия на автозавод для участников гонки за «Х-рей». «Манту» или «Жизнь» – мнение специалистов о ранней диагностике детского туберкулеза. Ударили автопробегом. По городским улицам проехала акция «Самара без ДТП». На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на «Самар ГИС» и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин